Сегодня будем выпекать блины. Три проверенных рецепта, которые всегда получаются и никогда никого не подводили. Блины на молоке, всем известные 3 стакана, заварные и на кефире. Не мнутся, не рвутся и можно завернуть любую начинку. Здравствуйте, это кулинарный канал OxyR International Cooking. Подписывайтесь, ставьте лайк и давайте готовить. Для блинов на молоке 3 стакана, сахар, соль и 3 яйца слегка взбиваем венчиком. Сразу скажу, что в качестве стакана используем мерный стакан объемом 250 миллилитров. Добавляем стакан просеянной муки и стакан молока. Перемешиваем. Добавляем стакан воды. Перемешиваем до однородности. В конце вливаем 2 столовые ложки растительного масла и размешиваем. Можно такое тесто также замешивать в блендере. Это и просто и быстро. Все закинули в чашу и пару минут взбили. Если сомневаетесь, остались ли комочки, процедите через сито. Так будете спокойны, что точно нигде никакого комочка нет. Сразу будем выпекать. На разогретую сковороду наливаем пол чайной ложки растительного масла. Распределяем. Это проделываем только перед первым, чтобы все-таки первый блин не был комом. А выпекать будем на режиме 6,5 из 9 возможных на индукционной плите. Наливаем первую порцию и смотрим, как выпекаются. Не нужно ли убавить огонь. Также после первого блина точно сориентируемся, какой объем теста нужно наливать для оптимальной толщины блина. Никаких трудностей при выпечке этих блинов никогда не возникает. Тесто очень удобное в работе. Блины получаются нежными, тонкими, не рвутся. В них можно завернуть действительно любую начинку. Выход из этого количества ингредиентов 15 блинов. Второй рецепт. Заварные блины на кипятке. Сахар, соль и 2 яйца слегка взбиваем венчиком. Добавляем стакан молока комнатной температуры. Перемешиваем. Затем всыпаем стакан просеянной муки. Хорошо размешиваем венчиком до однородности. Вливаем стакан кипятка, при этом активно помешивая смесь. В конце вливаем 2 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Консистенция как на видео. Тоже начинаем сразу жарить. Разогретую сковороду смазываем несколькими каплями растительного масла перед началом выпечки. Далее ничем смазывать не будем. Эти блины более пузырчатые и как будто тяжелее, если сравнить с теми, что просто на молоке. Жарятся легко и быстро. Не прилипают и не рвутся. Замечательные блины, от выпечки которых одно удовольствие. Очень рекомендую приготовить. Выход 12 блинов. Третий рецепт блинов на кефире. 2 яйца, сахар и соль взбиваем венчиком до однородности. Слишком долго взбивать не нужно. Добавляем муку в 2 этапа, затем вливаем кефир. Хорошо размешиваем и добавляем соду. Непрерывно помешивая смесь, вливаем кипяток. В конце добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Оставляем тесто на 5 минут и можно выпекать. Разогретую сковороду смазываем несколькими каблями растительного масла перед первым блином. Далее выпекаем как обычно. Блины легко жарятся, получаются пузырчатыми, в меру пышными, как коврышка. Их так и хочется полить медом или карамелью. Очень мягкие и воздушные. Эти блины больше всего мне нравятся с творогом и другими сладкими начинками. Очень рекомендую приготовить эти нежнейшие, мягкие блины. Выход из этого количества ингредиентов 13 блинов. Рецепт домашнего сгущенного молока я оставлю внизу в описании. Я очень рада поделиться с вами этими замечательными рецептами. Кто еще не готовил или не любит готовить блины, попробуйте. Все получится. Это легко и просто. И совершенно из простых продуктов. Я буду рада вашему комментарию и подписке. Это мотивирует и поднимает статистику канала. Спасибо за просмотр. Желаю вам крепкого здоровья и всегда вкусных, ароматных блинов. До новых вкусных встреч на канале Oxi Al International Cooking. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok